друзья мы на студии дмитрий агапова я дмитрий агапов а я алексей максимов да но давай на общий план коля что ты тут телек с телефона тянешься звонит кто-то или что ты встроил снова смотри у нас сегодня диалоги о музыке да мы сегодня говорим о музыке и не только ну например есть вариант что мы можем поговорить друг о друге или о том что у нас беспокоит что тебя вот последнее время беспокоит яростно ну во первых привет привет все кто смотрит записи ли в прямом эфире это замечательно ну я думаю что меня беспокоит то что у меня две недели назад вышел новый альбом он называется вечный двигатель на нем 12 песен и еще столько же названий предлагаю заценить не вы понимаете что происходит я пишу песни о каких-то очень депрессивных вещах и вот что происходит с людьми он восстал он стал из депрессии и он снова жив человек чувствует себя хорошо случилось чудо в прямом эфире вы можете сейчас приложиться к экранам и с вами тоже случится чудо донаты отправляйте каждому кто отправил донат возможно воздастся откуда-то вот отсюда например еще знаете вот я сейчас ощущаю себя это как вот экран к фильма на сторонтов когда ее сняли в кинотеатре на камеру и чувак сейчас включил песню динамика с динамика телефона и вы это слышите еще через стрим то есть это такая двойная экранка так но случилось чудо в прямом эфире буквально все видели вот присутствующие не дадут соврать вот скажи вот танцевальный аспект твоей музыки он родился из-за того что ты лесгин конечно конечно вообще ну хорошая музыка же определяется тем что вот у тебя дрыгает одна часть тела хотя бы какая-то одна часть тела двигает ну лесгинский нос на вот он дернулся под музыку значит ой хорошо хорошая песня вот прям в душе но если дергается что-то ниже носа там плечики там там или там ножка где-то часть топает или подпрыгивает вообще хорошо вот и как главный фанат видеоигр среди всех постпанк артистов получается для тебя как для лесгина это пассивное умение почему пассивное вполне себе активное активное умение это лесгинская билка такая при рождении значит когда рождаешься там выбираешь ветку талантов вот там меня при рождении было где-то типа играть индастриал слэш синти поп проходить half-life все части причем там за час и вот ну еще готовить люблю кстати ну еще черно-белые фотографии люблю ну там кошку жену люблю в принципе многих люблю да вообще всех люблю на самом деле я добрый человек все хорошо вот смотри все таки раз у тебя такой большой пул умений когда ты их начал применять как вот ты начал заниматься музыкой суши все получилось очень просто я музыку вообще любил самого хотел сказать сранья но вот это было буквально так потому что я на горшке сидел перед телеканалом стс а телеканал стс по телевизору в 90-х годах в конце 90-х это было не тот стс что сейчас чтобы ты понимал по телеку между дятлом вуди мультиком и каким-нибудь бэтменом показывали клипы милен фармер где она там с голой задницей например расхаживала красивая рыжая женщина голая ходила перед кадром как как зовут милен фармер французская певица милен милен фармер потом посмотришь а то ты сейчас эфир нормально не сможешь вести да боюсь боюсь не смогу да ты сосредоточься помимо этой прекрасной госпожи там были рамштайн там был ози осборн там вообще было что-то немыслимо и там есть такая группа айнштур сантиной баутон это немецкий индастриал реальный индастриал чуваки на бочках на концерт играют вот это вот все показывали все эти клипы на стс в дневное время то есть типа ты смотришь мультики реклама пельменей ты маленький тебе опять ты сидишь на горшке и у тебя вот это вот все то есть это грузилось мне сразу в мозг и как-то так получилось что мы жили в коммуналке классическая коммуналка 10 семей один санузел одна кухня тараканы вот вид из окна был примерно такой там не было ничего то есть двор колодец все как положено питерская классика там валялась какая-то гитара и мне очень нравилось дергать эту гитару потом я думаю почему отец так злится каждый раз когда я беру гитару оказалось что это гитара была маминого бывшего мужа он злился каждый раз когда брал ее отец очень ревнивый в этом плане чувак он говорил это плохая гитара гриф папа папа почему но потому что она принадлежала вот этому чуваку а потом я понял что несмотря на папины запреты мне очень хочется продолжать дергать но в смысле эту толстую длинную штуку под названием 6 струна и так она и закрутилась мне было девять или десять лет я сказал пап купи гитару скажу слушай сынок денег нет но мы чем придумал он притащил мне раздолбанную акустику я как сейчас помню этикетка гласила 1991 год город сочи мебельная фабрика это была какая-то адская акустика у нее профиль грифа был такой ну вот как как моя башка вот сейчас и расстояние от струн было такое что моя ладонь просто проходила между струнами на грифе и ладами и я на ней начал что-то играть тогда только только появился интернет я что-то прикинул что вот есть такая штука то бы быстро смекнул как по ним играть все полную полностью самоучка на энтузиазме мне всегда хотелось воспроизводить музыку которая мне нравится так получилось собственно все началось гитары а потом все свернула вообще в какую-то преисподнюю началась звукорежиссура начались другие инструменты я еще зачем-то начал писать свои песни вот я здесь вот отвлекаясь от музыкальной твоей дипостаси вот твой вот просмотр телевизора в детстве как-то на тебя дополнительно не сказался то есть вот любовь к пельменям не появилась вместе с любовью к музыке пельмени очень любил я на самом деле любил пельмени а сейчас разлюбил почему потому что они стали противными плохими я вообще я очень люблю есть я люблю готовить я люблю вкусно поесть для меня вот музыка фотография и готовка еды кулинарии то наверно три таких кита на которых состоит два кулинарных вопроса топ-3 блюда которые ты можешь готовить и радовать людей любые блюда из риса у меня есть казан то есть это может быть что угодно это может быть просто вкусный басмати с овощами это может быть плов это может быть какая-нибудь острая панази рис там стирияки с курицей это все возьмем под одно блюдо я очень люблю в последнее время готовить омлеты омлеты это вообще тема сделал омлет все жизнь сразу удалась у всех причем кто был из присутствующих я очень люблю хлеб я не умею печь хлеб но я уверен что я бы научился я люблю любые блюда из хлеба гренки какие-нибудь сэндвич и нет ничего лучше чем нарезать целый батон кинуть его на сковородку сыра туда много еще другого сыра и третьего сыра еще плавленого сыра сверху вообще сыра люблю нормальная тема у тебя очень много уважения к хлебу ты прям блюдо из хлеба да это правильно это вот с этого начинает собственно вот любовь к искусству с уважения ну хлеб же это же что получается хлеб он его дарит нам земля земля это то что на всех породило соответственно все сходится все сходится абсолютно все сходится и все сводится на студии дмитрия агапова если у вас есть песня если у вас есть желание ее записать приходите нашу студию записывайтесь сводитесь у нас был порт 812 психея йорж сердце лев и даже а то студия хорошая я про инспектировал я посмотрел прям горячо рекомендую нет я я большой сноб в плане всего но тут есть душа тут есть хорошая энергетика и самое главное тут есть нормальное оборудование развивайтесь при входе все хорошо все как положено и даже блюда из хлеба внимание на стол да это вот кубические крекеры вообще мне очень нравится теория кубического звука таковой ее придумал гитарист из рамштайн в 2007 году 2007 никогда не вернется но мы его храним в крекерах чувак когда записывал свой сольник отделился от рамштайна на время сказал я типа записывал альбом и хочу чтобы у него было кубическое звучание как вот называется в проекте все время забыл эмигрейт вот хотел сказать пессенджер но сам то понимаю что пессенджер другое да короче он эмигрейт когда записывал он сказал я хочу чтобы звук был кубический ему звукарь говорит что значит кубический он говорит ну я не знаю просто типа чтоб там было много ревера отрежь весь бас и как будто бы это все в кубе было ну и в общем получилось но как вот этот крекер эмигрейт не всем нравится вот он на любителя знаешь как бы по настроению прям заходит но сам это эмигрейт вот он звучит выглядит так же ты знаешь что вот они похожи больше даже не сколько на куб сколько на панели на которых вы тренируется паять можете представлять и паять и так смотри-ка вот какую вот ты вот тогда вот оставил перед собой гитарную цель в детстве ты знаешь бывает такое я хочу научиться играть соя чтобы исполнить цоя своей любимой девочки и она сказала спасибо за цоя а у тебя какая была ну в детстве началось все слишком рано и женский пол тогда воспринимался для меня как какие-то существа с длинными волосами которые в школе там ходят как-то отдельно от мальчиков но первая моя цель была конечно просто извлечь те самые звуки которые мне нравятся мне хотелось почему-то повторить хотелось сделать так же и потом ключевой момент стал в тот в то время когда мне было лет 12 и все пацаны встали на скейтборды мы смотрели тогда чудаков джонни ноксвилл вся вот эта вот история тогда была очень популярна 2008 год или седьмой даже точно не помню и ребята все купили скейтборды и мне тоже пацаны дали скейтборд сказали на катайся я на него встал ничего не произошло ну кроме того что я упал я стал второй раз ничего не получилось третий раз ничего не получилось я думаю не эта доска мне не подходит я взял другую доску я взял гитару и начал тусоваться на скейт-парках и пока все пацаны катались на досках я сидел с раздолбанной акустикой играл нирвану и понял что женского внимания у меня больше чем у этих пацанов немытых кедах и тут я подумал о том что наверное сделал правильный выбор для потом что скейтеры перестали меня звать на тусовки говорят что да ты не приходи ну или приходи ну гитару не бери а то типа что-то как-то это но я потом уже понял чем было дело но нирвана кстати тогда была в ходу и мы слушали нирвану мы слушали пластибо хорошее было время русская кстати ничего не слушали там по-моему что из русского особо не в ходу было я не знаю ну там группа слотра трактор боулинг наверно были тогда популярны что там еще такое ощущение что как будто ничего такого же масштаба и не появилась кроме слота трактор боулинг в этой музыке ну как же у нас же появились три дня дождя боже боже не просто знаешь вот три дня дождя есть какая-то вот особенность вот они говорят что они современная музыка но ты-то понимаешь что это вот тупо вот руки вверх конечно это гата кристи замиксованная с руки вверх и еще чуть-чуть что-то такое знаешь чем моя главная претензия к три дня дождя когда они стали популярны и мне стали все скидывать кому-то хватило ума сказать что он нашу наша музыка с ними похожа хотя в принципе в музыке то там ничего особо плохого нет она понятная какого хера чувак устроит всего своего героя весь свой спич вокруг того что он бедный несчастный он заторчал он забухал ему плохо все его жизни это отходники он там мочится под себя ничего с этим сделать не может и вот типа бедные несчастные жалеете меня и все таки да давайте его пожалеем черт возьми да блин это полный отстой мне кажется что музыка должна всегда мотивировать делать что-то сильное даже если песня тебя приободрила и ты думаешь черт звучит круто как какой-нибудь фолк метал ты понимаешь я хочу встать и чтобы каждый день был день святого патрика и чтобы все были счастливы и чтобы мы ухо-хо ты знаешь после слова встать должна была заиграть песня шамана встанем кстати да именно и мне не нравится этот посыл монетизирование жалости к себе потому что я считаю так может делать только три человека на этой земле это мориси это роберт смит из кьюр соответственно я правда жалко ты видел фотографии роберта смита но это прям ну хочется ему прям позвонить знаешь но и вишенка на торте мой самый любимый это том йорк я считаю что тому йорку можно вообще все а вот смотри вот том йорк сказал то что я ненавижу россию никогда не приеду в эту дыру чтобы ты ему сказал ответ ты знаешь за эту историю как вообще ну типа рассказывается но он приехал в аэропорт по моему это было какой-то оля домодедово у него там просто транзит был он провел в аэропорту три часа своей жизни то есть он в россии вообще не выходил ему чуваку хватило три часа транзита в каком-то условном домодедово или шереметьево чтобы сделать вывод о том что он в россию никогда больше не приедет ну просто типа он насмотрелся там на каких-то не знаю может быть китайцев там узбеков с баллами которые там куда-то грузились ему просто стало страшно и он такой типа кинул вот этот свой кидок что не не они типа эта страна третьего мира на самом деле он просто лукавит другое дело что он есть мифы о том что радиоход приезжали даже играли в россии в конце нулевых на частных вечеринках в районе рублевки то есть есть такая инфа что типа том-йорк там действительно был но это нигде не афишировалась не знаю миф это ли правда но они играли то тут ту самую урезанную песню рамштайн не выпущенную ты хочешь поговорить про хару кришну да все хотят поговорить про хару кришну там что не говорить она вот была кстати с этого самого альбома с желтой свиньей который тебе понравился да да история очень простая она очень хорошо продается я думаю что я вот это вырежу я буду всем кидать за что там устал всем давай давай короче было утро я работал над каким-то своим треком сидел в трусишках я всегда в трусах в принципе я с утра занимаюсь музыка вечером я не занимаюсь музыкой никогда в жизни вечером не занимать музыкой только утро встал 6 утра 6 до 12 посидел после 12 оделся пошел чистить зубы и есть там делать какие-то мерзкие дела я в утреннем стадии здесь я всегда занимаюсь музыкой был один из таких чудесных дней я не мог придумать партию вокала и у меня на столе лежала книжка теле линдемана со стихами я открываю на первом попавшимся там какой-то стиха типа хару кришна и думаю прикольно сейчас я попробую вот этот вот размер и на немецком начинаю просто джимовать в бит своего трека вот типа но вот таким вот голосом типа да как у скриптонита или у линдемана что-то между этим поскольку я всегда записываю все свои демки на диктофон чтобы послушать я послушал думаю интересно фанаты рамштайн настолько тупые если это выложу в интернет они поверят что эта песня рамштайн через два часа моя личка была переполнена тем что типа чувак тут слили новый кусок трека рамштайн а куда ты его слил я его выложил на youtube свои кого аккаунта создал аккаунты выложил и подписал просто рамштайн new song сниппет через день там было уже 30 тысяч прослушиваний мне все кидали в личку что типа зацени тут новый трек рамштайн я уже не знал что с этим делать но я типа погыгыкал и думаю ну надо второй кусок выложить я взял второй кусок песни точно также вот так вот я положил диктофон звук с колонок вокал просто поверх чтобы ничего не понятно было записал выложил все-таки точно типа судя по фоновым звуком они снимают клип песня выйдет и тут сейчас я немножко сделаю ремарку бог с ним с рамштайном с этой песней вот знаете есть люди которые верят в рептилоидов или в теорию плоской земли вот я узнал что такое социальная инженерия и культ какого-то безумия лично на себе потому что через день мне начали писать что они слышали полную версию песни эта песня рамштайн я говорю да хорошо здорово класс на францию тебе начали писать не сразу понял что ты выкладываешь нет потому что я ну я сначала написал что типа это ну не рамштайн я что-то думаю я начал чуваку продавливать это фейк он говорит нет это не фейк смотри и дальше начался разбор говорит что ты понимал там 12 секундный кусок записан на диктофон там вообще толком нифига не слышно там было что-то типа играют гитары какая-то ударка я что-то там типа в ниша бы дэнвиль карма что-то такое знаешь вообще фоном сказал вот таким вот хрипл хриплым голосом вообще не особо похожим на теле они ты слышишь на фоне типа ударные типа и гитары и спи это характерный звук для рамштайн они вернулись корням вот типа как круто я выкладываю второй кусок все там раздувается адский вообще пузырь пишут значит женам семьям группы типа эта песня рамштайн они пишут жене барабанщика жена барабанщика им говорит ребят как он чё происходит альбом еще не вышел у группы все нормально и нет это не песня рамштайн сказала жена барабанщика шнайбера до нее дописали да да не дописали сериально в инстаграме и атаковали вообще всех этой хары кришной несчастной я сижу с попкорном вообще не понимаю что происходит она пишет нет это не песня рамштайн ну казалось бы все дело раскрыто фанаты говорят точно она же подписала типа акта неразглашения коммерческой тайны значит это точно песня рамштайн ну и короче когда я уже просто выложил все карты на стол точно так же да ребят да мы прикололи все это просто пранк ну мы выложили полную версию только вот ну мою не имеющие отношения к рамштайн мы ее анонсировали и все ждали песню рамштайн а вы вышел моя там до сих пор я сохранил ветка 160 комментов где люди хотят меня убить расчленить они знают где я работаю знают где я живу и что мне как бы ну секир башка мы кстати с ними всеми стали очень близкими друзьями потом вот ну смешная история получилась хороший кейс социальной инженерии но дело-то в чем это был апрель 2019 сейчас нас июнь 2023 раз в неделю мне пишут в личку так а чего типа полную версию то рамштайн сольешь все равно все еще да все еще чувак четыре года прошло они просто сумасшедшие это невероятно люди сумасшедшие каждый раз когда ты видишь какую-нибудь теорию заговора неважно чего я вообще к этому подводил что по телевизору там кто-то говорит нет земля плоская высадки на луну не было там вот там не знаю какие-то рептиоиды они реально в это верят и это просто потрясающе я люблю этих людей они замечательные они делают эту жизнь намного интереснее когда сделаешь полную версию харе кришна ты можешь просто на эти стихи выложить а самый прикол на ю тубе полно версии мне уже не надо ничего делать один же сами доделали один чувак нейронными сетями вырезал вокал из моей песни харе кришна и встал туда вокал теле линдемана из другой он идеально лег он просто идеально лег по ритмике по тональности звучит пугающе круто вообще но они уже все сделали они там сами не ну чтоб типа вот этих людей подтянуть к себе в аду да они они все подписались они сначала 150 человек написала что убьют меня а потом подписались такие ну чё когда концерт когда альбом какие планы ну вот это все я поэтому все здорово мы со всеми типа на мировую вышли но есть несколько сумасшедших которые говорят ну ты же песню то украл ты же украл песню это же не твоя песня такое поэтому я конечно перекрестился и от всей этой истории стараюсь держаться подальше но вот я даже уверен на этот кусок мне кто-нибудь вырежет и скинет опять ты врешь подонок вот ну слушай неплохо а вот как вообще вот у тебя появилась первая твоя группа коллективка ты вот это скажем из дворовой истории перенес в более такую серьезно да ничего не было такого прям сверхъестественного мне стало интересно мне появилась электрогитара я узнал что я можем подключить компу ну нифига себе а там эффекты какие-то все такой год это 2008 2008 и тогда был гитар рик 3 тока тока популярный на тот момент и я не придумав ничего лучшего я пошел в магазин кей это то что до dns были компьютерный магазин не ну кейта мы знаем конечно да вдруг и купил там за 15 рублей китайский переходник с джека показываю толстого на джек тонкий вот и вставил его по самой неболой во встроенную звуковуху системного блока вот прям realtek 97 вот это вот звуковая карточка скачал какие-то драйвера и начал играть через стройную звуковуху и все вышли из-под контроля я в нее записал первый альбом 2009 году на какие-то абсолютно паскудные детские подростковые стихи в микрофон караоке но такой прям дешевый очень большой толстый караоке микрофон из этого гифку я думаю может быть нарезать и все и так как бы и началось я что-то очень быстро начал а я первые песни писал в гитар про сейчас а сейчас все в лоджике ну то есть но я до такого уже знаешь осознанного возраста и писал миди файл песня все партии в гитар про потом его вот как бы уже обрабатывал так что да сейчас все в лоджике я меня как-то ребята говорят а облитоном умеешь пользоваться горе нет он говорит научись удобно я две недели просыпался с утра включал облитон 20 минут психолог закрывал и день был испорчен настроения нет и я его в итоге плюнул но зачем я больше времени потрачу на изучение чего-то нового когда есть инструмент важно же то как ты работаешь с инструментом получается и маковый человек да я маковод да почему ну как если не лоджик то вот что еще держит если не лоджик то final cut видео ну и плюс он в принципе мне нравится система как она устроена но сейчас честно говоря если мне скажут мак или винда да все равно вообще мне все равно хоть мне я не знаю да я вам на айфоне могу чего угодно делать мак или винда gnome что но gnome это система операционные компов на разбере я ничего об этом не знаю ну короче вот ты собираешься системный блок у тебя основное требование чтобы он был размером со спичи со спичный коробок так и операционка для них это вот gnome для таких маленьких компов а музыку на нем писать можно но если уж есть желание то не надо я не буду вот ну что друзья мы читаем чат вы давно просили мы давно не читаем миша шайндер на hopper о фильтр стоит прикольно да миш сами сидим и угораем с таких приколов алексей миронов вот он наш красавчик это здравствуйте андрей лебедев всем здравствуйте а то лучший здравствуйте здравствуйте максим литвин всем привет здорово здравствуй максим так максим пишет хорош мужик да тут вообще все мужики хорошие приезжайте в питер тут все мужики хорошие ты местный да я тоже отлично хорошо дмитрий александрович когда чабаде 1 апреля я честно не люблю что было дальше мне нравится когда артур чапарян был потому что артур чапарян смешно я очень люблю родственники почему да ты купил его концерт нет значит так ты любишь но я на рут рекере скачаю это двойная любовь я вот выложил альбом свой на рут рекер пять дней назад и подписал вот стримы это все здорово а так то получается в альбом выкачиваете лично у меня с компьютера лично с моего домашнего компьютера который вот у меня стоит у кровати не вы берете из рук в руки альбом и знаешь что самое смешное 80 человек на рут рекере скачала уже альбом ну как бы это типа ну в 2023 году это много то есть это люди которые заходят там нет превью там ничего нет там нет ссылок ты ты пользуешься торрентами да ну хорошо это же здорово у меня просто все люди кто моложе 30 они говорят я не знаю что это как как можно не борется торренты вот сразу видно человек высокой культуры вот ну это же прекрасно знаешь самое что удивительное самое что удивительно я покупаю игры но я в них не играю а играю в итоге в те которые я над на торренте качаю я не знаю как это устроено у меня в психике ты знаешь старый мем когда сидит очень такой здоровый толстый мужик у него падает диск на пол он на него смотрит такой мне я лучше скачаю ну типа чтобы не нагибаться за ну да вот это мне кажется то же самое у меня есть один знакомый он покупает сиди диски но чтобы их не распаковывать потому что он их думает продать когда-то до сих пор он качает музыку торрентов он не пользуется стримами он говорит зачем мне стримы я же уже купил диск я говорю ну как бы слушать ну зачем я сторон скачал себе в оффлайн был слушать отлично вообще прекрасно так всем приветики в этом чатике а ты смотрел вечер вечер я смотрел день день и утро утро вот смотри как ты как главный фанат артура чапаряна в этой студии посмотри вечер вечер это вот пул передач как вот сейчас вот есть самый плюшки плюшки очень люблю вот это тоже самое только в тысячу раз лучше потому что писал все это артур чапарян ну вообще если говорить про стендап мне кажется что я главный любитель норлана сабурова все таки о вас есть общая нотка у нас у обоих очень узкие глаза вот но я еще сейчас как бы подстригся вообще у нас волосы были такие сальные назад зализанные себя как у него сейчас он же сейчас разжирел он разжирел конечно ты его не видел нет может он уже похудел но он такой прям это хороший такой сочный казах как он прицел какой как печпочмак ну да он такой ой ой хороший вкус но не тамбим асаев конечно пока но мне вообще всю эту тему очень люблю и вот мне как бы говорят щебе да это жену сортирный юмор и говорю да именно это именно он это то чего сейчас так сильно не хватает друзья пока есть возможность наложите музыку рамштайн возможно это тоже какая-то неизданная песня до сортирный юмор я думаю что знатоки немецкого языка бы поправили мне сказать бы как это быть по-немецки ты знаешь что он было бы круто если бы вот щас бы ты сделал мистификацию наш какую ты бы голосом теле линдомана спел еще какую-то советскую песню когда же был любимый город у него а ты бы спел и не знаю там или не такой молодой самая большая мистификация боясь больше скинул руки сказал летучая мышь и превратился в летучую мышь и улетел а линдомана мы пока не трогаем его же отменить хотят он да почему но он потому что вот плохо себя вел гроба говорят с женщинами плохо себя вел на него там запоздалая мету на разве это открытие что он плохо себя вел женщинами да есть более того чувак вообще выкладывал свою порнографию типа ну это был как арт-перформанс но чувак выкладывал порнуху и все было нормально и все прекрасно знаешь ты знаешь что такое нулевой ряд на концертах нет давай поясни нулевой ряд zero row это типа девушки группе с которые после концерта пойдут куда надо к артисту называется нулевой ряд как бы за оградой между зрителями и сцены вот это называется нулевой ряд я думал это называется место где фотопит называется да да эти люди просто журналисты в красивых одеждах короче говоря там случилась какая-то заварушка и в общем ждем официального расследования в кремле об этом ничего не известно слушай я бы посмотрел бы на том что если бы кремль отказался тех активностей которые они сейчас на себя взяли и такие блин ну конечно теле неплохо плохо себя ведет и занялись будут этим массово ну было бы конечно здорово ну смотри тогда такой к тебе не менее хитрый вопрос так как же появилась твоя первая группа слушай первое имеется или ты всегда был self-made человек паук ну я как-то ран трезнер понимаешь я вот всего этого на записывал на придумывал а потом ищу кто эти грустные пианинки и гитарки будет играть по факту у меня всегда были какие-то знакомые музыканты но я всегда делал все один и в какой-то момент мне это начало доставлять удовольствие тут можно конечно пошутить про анонизм потому что тот же этим наедине собой занимаешься тебе это нравится но почему-то это начал нравиться еще другим до появилась и появилась начал песни писать что-то их типа записал вот этот первый альбом еще в юности а потом был другой проект он назывался cancer надеюсь никто не расслышал название больше повторять его не буду там было прям три альбома он был похож на люман он это такой гитарный был альтернативный рок довольно злой сравнивали часто с люменом с агатой кристи потому что он был такой готично плаксивый но тяжелый я прям-то морал всякое такое делал ну типа знаешь потом потом было всякое мне это все надоело я немножко поменял формат и вот этот вот at all это проект одного человека мне постоянно пишут парни спасибо за музыку ребята спасибо за музыку и все ребята все 26 личности здесь со мной внутри они вам передают большое спасибо и привет но по факту я все сочиняю сам свожу сам обложки в общем-то можно сказать тоже делаю сам ну вот только к альбому москва обложку делал чувак антоха шиферсон который работал с рамштайн кстати он мне сделал обложку как то он работал с ними дизайнер он делал книги дизайн книг теле линдемана дел оформление для линдеман концертника в москве делал его винил это очень хороший дизайнер мы с ним прекрасно дружим вот он делал обложку к москве спасибо огромное прекрасная обложка у девочек 12-летних в сохраненках часто можно увидеть а как ты собрал свой первый концертный состав и как вообще люди отнеслись к тому что скажем им надо первое заставляться чтобы ты понимал первый концертный состав выглядел в лице меня моей женщины с бас-гитарой и плеером текстед за 300 рублей на котором был mp3 и плейбэк концерта играли за какую-то рок-музыку мы играли рок-музыку это было вот как раз тяжелое чтобы ты понимал ситуацию мод club metal fest на сцене шестеро пацанов играют тяжеляк все здорово все месяцы они уходят со сцены на сцену выходит странный худой мальчик мне тогда были черные волосы странная худая делом красился ты имеешь ввиду волосы до женщина красиво давай дальше это важно да это очень важно это была часть наших игр домашних и соответственно выходил вот этот вот мальчик девочка с гитарой в два раза больше чем себя я втыкал просто джеком 3 5 playback с mp3 плеера и дальше всем все нравилось и я понял что в принципе вот эта вся история она наверное меня сильно бы утомила бы с точки зрения творчества типа барабанщика гитариста какой-то саундчек не знаю я вообще я с удовольствием этим бы всем занялся если бы проект имел должную популярность для таких перформансов масштабных потому что я и считаю что если ты собираешь полноценный бэнд ты должен это сделать качественно как минимум посади барабанщика в аквариум ну или это должен быть большой зал ну аквариум смысле за экран ну естественно ну конечно да все это правильно подзвучить а учитывая сколько у меня электроники нам всем нужны мониторы нам всем нужно connected с плейбэком потому что не знаю хотя вообще в последнее время знаешь мне так хочется сделать что-то акустическое взять я же все песни пишу на акустике я даже тех напишу на акустической гитаре до такой степени и я думаю что проблем с акустическим концертом не возникла я очень люблю акустику акустической гитары вообще ванов все на ней а как вы сейчас планируете выступать понимаешь чем дело у меня есть кандидаты для место барабанщика есть место басиста есть гитариста в принципе все неплохо но последние несколько я подчеркну успешных выступлений я на сцене был один это было круто мне было комфортно я не не надо было ни с кем взаимодействовать было только я и зал я и зал как у королостока есть только я неприятности я неприятности бизнес не пушистый короче мне было по кайфу я не знаю нужны ли мне вообще другие музыканты на сцене да я понимаю как это дико звучит у меня полноформатный альбом у меня там типа дофига живых инструментов и все такое но ну и что ну и что вон когда на огромном стадионе какой-нибудь у викенд со своим bright lights викинда знаешь конечно очень люблю мне нравится один из лучших поп исполнителей вообще современности у вас тоже есть что-то среднее вот у тебя среднее что-то между уикендом и тул это как между руки вверх рамштайн также между уикендом и тул не на между руки вверх рамштайн это такое ощущение как будто тот самый пресс-релиз фреда гитариста какой-то уже мне не нравится фред гитаре тоже не понимаешь чем дело ну вот что общего между фредом гитаристом и оксимироном иммиграция во внутреннюю монголию разве что ну виктора пелевина у писателя есть такая вообще занудный чувак ему пора уже в дурдом читайте александра пелевина вот этот крутой писатель виктора пелевина не читайте что общего между фредом гитаристом и оксимироном фреда гитариста в гитарные дуэли победил саша пушной квн оксимирона победил слава кпс в плане победил пушной ты знаешь эту историю батла фреда гитаристы пушного хлеба гвозди он кричит да конечно но пушной же выиграл да не нет ты знаешь мне мне вот я перестал как-то серьезно воспринимать фреда гитариста в тот момент когда вот это прям прям вот реально закадровая смерть должен был играть у него есть обзор на kill switch engage ребят да не круто играют но смотрите сейчас я сыграю и сыграют они и вы сами понимаете кто играет лучше играть kill switch engage ну типа где-то вперед где-то назад все понятно и начинает играть фред гитарист и типа ну плагин шрэдэйдж вот так и играет нафиг мне вот это вот играть в сетку это ничего сложного нет если ты играешь а вот играть ну типа в грув это сложнее а у фреда нет грубо потому что он in cell но типа он сам в себе начни вниз он не с play back он вот именно что вот сам себе я на всякий случай думаю важно это озвучить что я написал 0 песен составе металлики блин это факт это факт это факт ну слушай на самом деле музыка же она строится не из техники это вот знаешь жизнь она должна быть она даже должна быть в танцевальной электронной и в плейбэке в плейбэке жизнь должна быть вот ты ударные электронные когда пишешь ты занимаешься гуманайзом нет давай с другого начнем во первых я выступаю с плейбэком и мои лучшие концерты прошли в каком составе живые клавиши живая арфа у меня не было смотри у меня не было плейбэка в привычном понимании то есть все что люди колос плейбэк обычно у меня наоборот все в живую исполняется класс а что тебе было в плейбэке гитары бас барабаны так и вокал да и вокал да серьезно но у меня вокалистка ушла из группы поэтому она в плейбэке теперь тусуется ты ее поместил во внутренний мир внутренняя монголия внутренняя монголия так будет называться любой плейбэк где есть вокал до жизнь в музыке должна быть даже в электронной танцевальной потому что когда играет какой-нибудь бит 128 ударов в минуту и все колбасятся он должен быть безусловно ровный но все что вне этого бита на фоне текстуры какие-то может быть мелодии еще что-то в них есть очень много жизни я люблю электронную музыку мне очень нравится гус-гус например и у них много жизни в музыке то есть ты слышишь что вот поверх драм машины сыграно вживую это очень круто ты знаешь что я еще добавлю вот современные битмейкеры которых я вижу в тик токе они вот вот так делают биты типа знаешь там это самая приклейка к сетке есть в фил студию ты типа рисуешь там бочку бас а смотришь как делают битмейкеры лил пипа и прочее они же типа на на педах все руками набивают и никакого тебе стретчинга ну смысле квантайза потому что это есть жизнь да они даже если это все выровняют но автор же в этот момент передал настроение вот этот вот здоровенный не грила двухметровый в цепях он же стоял стучал да это потом все поправили на сейчас погоди посмотри в камеру и скажи не грила не грила идем дальше идем дальше такая что какие проблемы с ними могут быть у меня нет никаких проблем с ними у них нет проблем со мной у вас у обоих черная кожа знаешь из кого эта куртка это кожзаменитель я не люблю носить шкуры зверей на себе я кстати был когда-то веганом почти год я похудел на 12 килограмм и никаких плюсов этом больше не было я вообще много чего ты жизни попробовал ради эксперимента со всякими социальными движениями но при этом я никогда не прилегал ни к одной субкультуре я не был панком я не было морем не был скейтером не был металлистом а по офису у себя я хожу пятидневку на работу я хожу в принципе также там и всем себе не отказываю всем всем хорошо всем peace да и тут мы прямо сейчас начинаем читать вопросы которые задали многоуважаемые подписчики группы а то с именами обязательно я прослушай я очень рад тому что ты делаешь с именами прошлый гость был дмитрий райтер и он настоял на том что все вопросы были анонимные а почему он не дмитрий он нет он не дмитрий да это неважно неважно вот кстати я тебя респектую потому что тоже согласен со мной в этом плане он реально сделал он сделал google форму ему люди прислали анонимные вопросы и типа знаешь привет давно тебя слушаю а какой твой любимый вид спорта а какой смысл когда непонятно кто спрашивает абсолютно я в этом плане я горжусь своими слушателями у меня абсолютно прекрасная разносторонняя аудитория там типа там есть дети какие-то 14-летние там есть какие-то взрослые дядьки там есть абсолютно разные какие-то короче всем вообще большой привет любовь и не надо прятаться я тебе придумал пресс-релиз давай группа а то здесь есть дети и взрослые дядьки но то что то есть серии данилы поперечного его стендапов да дмитрий александрович когда интервью красовскому сейчас руслан у растимиров вопрос на самом деле этакий какие свои песни можешь ярко ассоциировать с определенной эмоцией конечно у тебя там большой спектр эмоций но наверняка для себя самого есть преобладающее настроение меланхолия тоска страсть разврат эйфория агрессия ностальгия что угодно яркое на слой эйфории у меня кстати блестки должны были на лице появиться да руслан привет спасибо за большой вопрос на самом деле все это там есть потому что я всегда говорю о том что хороший артист который пишет текст он должен быть как гон за журналист если ты не пишешь об окружающей действительности например там о повестке дня ты должен очень четко описывать свои эмоции то есть ты должен быть гон за журналистом внутренней магнолии монголия внутри себя и описывать все что там происходит соответственно этим я и занимаюсь если у меня период какой-то абсолютно депрессивный убогий и мне хочется помереть я вот пишу об этом если завтра у меня извините стоит шишка и мне хочется жить петь плясать и летать в космос я пишу об этом и самый прикол то что ты послушаешь все мое творчество то получается что там как раз есть весь спектр этих эмоций начиная от жанровых заканчивая темами поэтому да не знаю на самом деле я бы сказал что моя музыка минорная мрачная мне так кажется потому что резонирую я в миноре но это все не имеет ни малейшего смысла то что я сейчас здесь говорю ответ на этот вопрос у каждого свой вот одни видят в этой песне одно другие другое там кто-то лишается девственности под какой-то трек а кто-то под него там не знаю утром на работу ездить семью кормить понимаешь каждый видит что-то свое тема секса безусловно у меня в песнях присутствует в последнее время более деликатно чем раньше потому что но как-то у меня есть некая ответственность перед слушателями недавно ко мне подошел один мужик знакомый говорит он не знал что музыкант говорит привет слушай альбом послушаю нифига себя чоколонга да я типа мне скинули там все круто по утрам с детьми в машине слушает детям там типа ну семь или восемь игру ну и как детям будет очень нравится про твой альбом да 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 не он по утрам возит детей под мой новый альбом на работу и я такой думаю блин а ну хорошо что он все таки я как-то вот деликатная работа со слушателем но вот типа да евгений крутышов он прям сейчас задал вопрос вопрос гостю он пишет музыку для себя или для большого количества просмотров но я очень люблю вкусно готовить для себя на кухне но если ко мне через минуту придут гости то им тоже будет вкусно и все будут счастливы конечно я буду лжецом если я скажу что меня не интересует быть услышанным меня интересует быть услышанным конечно но я стараюсь балансировать между своими ощущениями чувствами слушателей потому что я читаю все что мне пишут мне правда интересно я смотрю всегда мониторю посты там в контакте например люди каждый день выкладывают мои песни не правда интересно знать откуда они с чем у них это ассоциироваться такой бесконечный диалог со вселенной через разных людей из разных городов поэтому тут наверно 50 на 50 я пишу и для людей и для себя это правильно потому что ты главный слушатель если тебе что-то нравится значит он скорее всего нравится кому-то другому если ты искренний человек это рабочая схема потому что раньше мне не нравилось то что я делаю мне многие говорили да 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 нравится не должно не ерунда какая-то вот мне нравится сейчас нравится и всем тоже нравится сейчас и все хорошо супер да когда харе кришна 2 спрашивает то ли н и три раза делает вот так но наверное сразу после выхода 1 я думаю что чувака интересует выход версии от рамштайн вот они когда выпустят на бисайдах первую версию там можно и вторую слушай а ты не думал предложить на просто вот саботон же сделал сделали кавер на кавер радио тапка не в курсе этой истории но я в курсе но мне не очень нравится радио тапок радио тапок кринж официально кринж официально кринж ну а что ты хочешь ты хочешь чтобы я написал на universal music и сказал давайте попаразитируем вот с какой-то песни боже упаси я хочу слушай я бы с удовольствием поработал бы с какими-нибудь музыкантами отечественными конечно в первую очередь но может быть если хотя бы одна десятая моих планов и каких-то желаний исполнится в этой жизни значит жизнь уже прошла не топ-3 музыканта отечественных с которыми хотел бы поработать дельфин мужу их очень много на самом деле ну давай третьего тогда пусть будет ай гель очень красивый голос нравится ее песню я ты это знаешь отыскал ай гель этого что это за артист ай ну как глаз гель не очень кайфовый там илья барамия на звуке из for company но серьезно да очень люблю их и так антон лир знаешь такого да антон привет очень крутой талантливый фотограф расскажи подробнее о том как ты начал сотрудничать по игре с разработчиками спасибо за вопрос выходит по моему из не ошибаюсь 16 июня игра думер в стиме до моему зло стало саундтреком к этой игре она на unreal engine 5 нифига себе сказал если чтобы ты понимал это типа а-ля апостол с крутой графикой только вот в думерской панельной вот этой эстетики еще в альфу не играл не видел потому что как бы ребята и делают написали ребята год назад говорят слушай вообще крутая музыка можно используем в игре говорю да конечно типа пожалуйста все круто делайте и вот как бы до 16 июня по моему у них выходит там первая версия они будут дорабатывать все очень круто есть еще вторая игра молодые ребята из череповца делают игровой сериал короче типа графическая новелла такая знаешь аля анимешная черно-белая по моему причем но графика не анимешная такая знаешь какая-то рисованная оригинальная вот и туда они тоже взяли некоторые треки по короче говоря просто вот это комьюнити любителей постпанка они очень тесно связаны с какой-то ну свежей волной инди игр и они часто мне пишут в работе вот сейчас несколько проектов мне очень приятно на самом деле я всегда почему-то фантазировал о том как я пишу саундтрек для фильма просто туда попадает какая-то моя песня прям был очень этого хотел но я никогда не думал об играх и тут бац я очень на самом деле большой привет всем кто берет мою музыку вообще пишите делайте это очень круто а вот саундтрек какой игры тебе больше всего нравится half-life 1 2 2 я вот его прям ехал к тебе на эфир слушал в метро кайф друзья half-life 3 выйдет я только что анонсировал half-life 3 в этом эфире и там харе кришна и за саундтреком мы мы смотрели мы слышали уже села виноградов пишет но это не вам это не из прошлого это из настоящего вопрос привет села виноградов чувак из группы перегруз которую я упоминал официально заявляю группа перегруз намного лучше чем олег лсп но лучше ли группа перегруз чем шоколадная колбаса ты знаешь что шоколадную колбасу использовали на съемках зеленого слоника ну в качестве реквизита нет теперь знаешь но я не считаю зеленый слоник лучшим фильмом светланы басковой работой пахома потому что я большой фанат вообще этого андеграундного фильма но есть фильм 5 бутылок водки а вот там шоколадная колбаса не использовалась поэтому группа перегруз но лучше вопрос снят максим моисеенко пишет привет алексею от товарища максима из финляндии товарищу максима из финляндии большой привет прощение что нам партизан ну я думаю что финляндии все хорошо надеюсь там солнечно и тут села виноградов спрашивает какие гитаристы тебя вдохновляют но в первую очередь я скажу мартина гора отмечу мартина гора дипешмот чувак который может сыграть три ноты так что в принципе все можно занавес мартин гор ну окей рихард круз по из рамштайн на третьем месте ну пусть это будет тренд резнер хотя он не особо гитарист но я думаю что партии знаю нынче наилос они в сердечке вот песня хоть она же прям круто сделано переборы джонни кэш молодец тут как говорится и радио тапок крин джину нет я кстати у на и начинал с небольшой любитель херта я и бархерта тоже я люблю другие песни понимаешь я вот у меня начинался например любитель мэрина мэнсона просто но они его сделал да я вот про это и говорю таранту резнеру стало скучно сделал мэрина мэнсона зачем он сам не понял потому что дитя оказалось достаточно агрессивным и сбежала потом у таранта резнера родилось пять детей этого тайской жены да да но они пока не сбежали насколько мне известно у него есть тайская жена да у него тайская жена и она ради 5 детей да так смотри тогда вот такой к тебе вопрос касаемо таранта резнера я набрал тренд резнер в google и он исправил на торрент тренер и раздача с моим альбомом на рутер и кирин и что ты понимал вакансия торрент тренера существует так это же я вот я говорю готов был бы отработать так вообще записывайтесь все отработаем вообще со всеми будете качать вообще так что за качаюсь качать будет вообще накачаем там себе все на гачаем так что даже закачаешься слушаю дима сам охвала впишет какие планы на творчество какие-то коллабы сотрудничества какие-то коллабы сотрудничества планы на творчество не привет спасибо за вопрос на самом деле последнее что я сейчас хочу делать это делать очередной большой альбом я этого делать точно не буду это железно есть идея на фиты с местными артистами не буду говорить с кем вдруг не сбудется ли вдруг они в последний момент скажут да ну тебя это дико ты со своими коллабами коллапсе куда-нибудь в другое место но в общем до коллабы есть фиты есть планах очень много идей музыкальных но я не знаю как между собой подружить потому что у меня есть готовые проекты для гиппи и ambient а есть идеи с хип-хоп направлениями вот сегодня появилась идея с фолк металом тяжелым парни парни если это видео наберет 2 лайка мы сделаем совместный трек snicker breakers я лайкну и я казалось бы причем тут да илья шавернев пишет слушал ли ты британский постпанк какие группы и что запомнилось больше всего илья да зовут илья шавернев илья да спасибо за ключевой вопрос конечно я слушал вообще британская музыка это вообще краеугольный камень здорового питания у меня серьезно ну конечно я могу сказать joy division но мне больше нравится new order потому что new order это вообще типа мне кажется вот хлебом меня не корми вот это вот та музыка которую мне в любое время суток нравится слушать мне нравится за кьюр конечно мне нравится морисе причем я не люблю смит вот так вот вышло из современных мне нравится очень группа editors горячо рекомендую их последний альбом карма климп песня вообще суперская она очень похожа кстати на клуб 27 песню офигеть там похожие мотивы поэтому до британская музыка она наверное вообще на первом месте для меня потом идет русская потом уже идет немного европа америка вообще там не на первых местах хотя американские группы это же люблю и так роман рожков это не вопрос но с другой стороны почему бы не ответить спасибо большое за ваше творчество с нетерпением буду ждать следующий альбом хорошего вдохновения вам спасибо огромное это самое важное вдохновение силы здоровья это же основополагающие спасибо что слушать и всем отправляешь черное сердце почему черное я люблю черный цвет если по мне не видно это серьезно но понимаешь красное сердечко но какое-то такое личное ну может быть да ну хотя знаешь я искренне отправляю какие-то там комментарии смайлики вообще язык эмодзи он абсолютно уникален потому что знаешь вот скобочка смайлик с одной стороны вот я сам скобки часто ставлю но я так люблю эмодзи вот эмодзи пользуешься у меня есть свой словарь эмодзи он приделан к этому сам к моей странице вконтакте чтобы люди знали как со мной общаться yes это же чудесно это вообще это дополнение к основному языку у меня любимой эмодзи кстати это вот две козы и свиная голова посередине в или два глаза и нос посередине а нос зачем ну ну типа получается ты ставишь глаз нос и глаз получится к страшная носатая херня с двумя глазами ну как я прям мне нравится эмодзи тролли новая появилась у него такой комбинезон через одну пуговицу через плечо офигенно ну мне кажется фолк метал любишь да да это это моя тема какая-то да я люблю свиней видишь я не буду об этом рассказываешь у тебя есть на башке свиньи да так у меня типа есть шутки про то что я занимаюсь не музыкой перспективным свиноводством вообще типа я отвечу просто нет никакой тайны нет никакого прикола это просто прикол про свиней все он завирусился он есть я просто кидайте мне все что связано с мемами про просят я спасибо скажу так наташа максимова спрашивает почему твои волосы всегда так отлично выглядят ну мыть надо и стричь и вообще чем больше человек живет в любви и в заботе тем лучше для этого волоса это факт это факт дима самохвалов снова этот человек как обрабатываешь вокал вкратце сколько дублей какие плагины только правда вкратце иначе у нас тут еще четыре человека дублей много репетирую долго этот альбом репетировал вообще долго в середину кладу основной вокал влево вправо еще по дублю на припевах плюс-минус ничего интересного но дабла в кладу много да люблю даблить даже если этого не слышно олег левша оба подняли левую руку когда в россии появится нормальная музыка когда в россии будут ебашить металл они эти ваши синти попы и другие попы я так понимаю олег не по попу я думаю что скорее всего олег олег где макет это во первых где макет знаешь да этот прикол или где макет нет но олег знает я думаю все олеги его знают серьезно ну как когда когда ну слушай мы работаем над этим мы стремимся как-то угодить вам дорогой олег я так скажу чтобы была хорошая музыка нужно ее написать вот мы и пишем мы пишем музыку хорошие вообще нет ничего плохого когда и вот какие-то там синти попы там играют знаешь попробуй попробуй один раз когда попробуешь синти попу уже потом другую никакой не хочешь олег левша сергей зайцев он какие-то вопросы уже повторял поэтому я выберу один из них который мы не говорили да есть ли музыкальные инструменты с которыми хотел бы поэкспериментировать в будущих треках да привет сергей спасибо за вопрос да есть на самом деле аккордеон вообще в последнее время фетиширую на аккордеоны но я наверное переслушал дэна дёрте есть такой у нас электронный исполнитель он на аккордеоне любит играть у него по моему семиструнный баритон в песнях используется тяжелый он играет тоже такой типа синти рей в поп но при этом у него еще аккордеон и в баритон играет металл-гитара наверное аккордеон в первую очередь может быть даже что-то этническое потому что я очень люблю русские фольклорные инструменты хотя их особо никогда не использую но аккордеон на очереди поэтому порвали три баяна интересный факт ты в курсе то что стигмата полностью состоит из аккордеонистов нет это правда да но по крайней мере первый состав из-за этого плакал убийца скорее плакал это самые их родители потому что это не переставая все играла у всех этих семей у стигмата есть хоть одна песня с аккордеона у них есть песни написанные на аккордеоне то есть как я пишу техно на акустической гитаре они пишут медаль на аккордеоне это замечательно я считаю что настоящий мужчина так делают я считаю то что каждый настоящий мужчина играет на на акустике конечно потому что как говорит как еще писал локалист группы орги праведников есть гитара есть струны есть крепкие пальцы слушай даже не хрустит чудеса потому что крепкие пальцы потому что так когда тур по нашей необъятной спрашивает алексей миронов знать бы что является их необъятной но если тур по жопе по я не думаю что алексей миронов живет в жопе но если он там то тур можно хоть сегодня вечером строить а так да когда когда у меня слушатели размазаны по всей планете мне пишут чуваки из бразилии когда приедешь типа с туром ну типа они реально латиносы слушают моему зло и говорю чувак ты понимаешь что я инди музыкант из санкт-петербурга где это из in russia cold russia i'm russian bastard в балалайкой медведь круто да приезжай по-русски отвечает многие пишут через google translate по-русски очень смешно получается блин так приятно на самом деле как фиксируешь идеи если вдохновение пришло допустим в вагоне метро это он огромный список вопросов задал но они все интересные слушай в вагоне метро идеи обычно приходят только почему люди не моются люди мойтесь пожалуйста чаще мойтесь прямо в вагоне метро ну вообще вот все в личку телеграма самому себе либо текстом либо дома бывает там не знаю что делаешь все вот идея пришла там или где-нибудь войсами в основном войсами самому себе кстати голосовые сообщения ненавижу никогда мне их не присылайте пожалуйста но если очень хотите то присылайте но лучше не надо присылайте сразу с идеями да 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 лучше надиктуйте песню какую-нибудь там хорошую только хорошую будут ли видеоклипы на композиции с нового альбома а может быть даже короткометражка до будут стопудово будут с ребятами думаем что снимать причем есть ребята которые снимут и все просто у нас у всех какие-то проблемы сначала и с идеями проблем нет идеи дофига проблемы со временем потом мы понимаем что сколько будет стоить и в работе да не знаю когда чё по ну будут будут я очень люблю видео короткометражки вообще фото видео и кино искусствует все мои очень люблю это хочу снять 4 сезон twin pix а вот в одном клипе трех минут вот смотри вот вот возвращать к теме twin pix а какая лучшая палочка твикс левая или правая то которая посередине на самом деле это вот так вот их две берешь вот так вот и вот так вот раз их и 2 кусаешь чтобы у тебя на обе стороны да ладно у тебя получается что рецепторы языка задние и средние которые отвечают за сладкой за соленым там же печенька она чуть-чуть солоноватая у тебя стерео получается ты не моно шоколад я шастерил шоколад это факт это факт камера на меня друзья и этого человека слушают наши дети я люблю стерео за обе щеки я люблю брать за обе щеки стерео шоколад покупайте стерео шоколад вашим детям какие города хотелось бы выступить ну в питере хотелось бы выступить какие мониторы используешь при сведении не знаю по уценке взял что-то в dns и косаря за 400 и две колонки в принципе все слышно важно не в том чтобы от мониторить себя на этих двух колонках а в том чтобы это везде одинаково звучало я слушаю на домашних колонках на нескольких наушниках на в airpods ах могу послушать неважно на чем сводишь мне удобно мне нравится все хорошо главное чтобы общий знаменатель был ну и все как относишься к современной поп-музыки но скорее просто самка в скобках как-то он обобщил странно инстасамку я не очень люблю меня не качает понимаешь чем дело я понимаю вот этот весь посыл но меня не качает кстати недавно узнал как инстасамка появилась с первых уст знаешь петер мартич пассаж прыгай киска такие проекты вот короче говоря прикол был в том что есть такой феликс бондарев группа барсак знаю щенки любим у нас был отлично феликсу большой привет рыжий лепрекон все его очень любим после этого вопрос будет мой вопрос про лепрекона давай давай да и короче типа петер мартич решил повторять за феликсом концепцию легкой и ненапряжной музыки делать музло вот просто в гараж бенде на коленке и все типа а инстасамка когда-то зафанатела еще будучи никем отпрыгай киски петра мартича петра мартича и сделала свой проект инстасамка то есть получается феликс бондарев он верховный вампир если в принципе его перекормить хинкали где-нибудь и он вырубится то вырубится петер мартич инстасамка вот такие дела что вот касаемо лепрекона такой вопрос если бы ты увидел были прикона нашел бы тот самый горшочек золотом или прикона рядом с ним чтобы ты взял горшочек золотом или стянул бы с лепрекона костюм и забрал бы костюм лепрекона а какие плюсы в каком плане ну костюм лепрекона так это настоящий костюм лепрекона это вот лепрекон и ты теперь ты переходишь а я бы рыжим при этом стал зависит от твоей физической подготовки хорошая думаю у тебя все получилось ну тогда я беру золото я не хочу рыжим быть мне когда борода начала только в 25 расти она рыжая почему 25 до я вообще это странное дерьмо но я проснулся на 25-летие у меня такие рыжие торчат здесь клочки я не знаю сейчас как-то почернело вроде но время такое мрачное я тоже вообще мне рыжим рада алексей последний вопрос алексея миронова друзья рекомендую присесть тем более я уже сижу да кто все-таки чаще готовит ты или супруга готовлю чаще я потому что во первых я оказываюсь раньше дома мы рабочие люди а во-вторых я это просто люблю делать а ей нравится то что я делаю я вообще замечательно готовлю на кухне горячие блюда десерты и все такое готовишь десерты ну да мороженое могу шоколадом твердым посыпать там банан порезать там у десерта у тебя конечно тебе понравится приходи ну что друзья и великий вопрос тебе ты как артист который на самом деле прикольно вообще делает что ты посоветуешь молодым музыкантам меньше думаете больше делаете вот не надо фантазировать что ты четыре года там будешь готовиться купишь студию потом начнешь писать музыку и ты вот уже заранее придумал себе какое-то название там на придумал все но ты не сочинил ни одной строчки ни одной песни бери ручку карандаш бери заметки рифму и пиши тексты если ты не хочешь писать тексты возьми и открой секвенсор посмотри на ютубе в тик токе как за минуту писать треки в фруте лупсе не важно чё просто садись и делай не надо разговаривать не надо писать всем о том как ты этим будешь заниматься возьми и просто что-то сделать ты так кайфанешь в тот момент когда ты услышишь что у тебя получилось там 10 секундная какая-то музыка тебя просто понесет а если тебя не понесет задай возьми волю в кулак и задай себе вопрос ты действительно хочешь этим заниматься потому что если нет ну блин может быть тебе лучше стать фитнес тренером или фотографом там или не знаю порно актером например если ты любишь там чесать много языком и работать руками всякое бывает но главное четко понимать что ты хочешь я же дедовская поговорка не хочешь срать не мучай жопу может быть не надо мучить жопу если ты не хочешь это привет без не анального угнетения кстати факт ты можешь выбрать один последний опрос из чата вопрос от села виноградова или от евгения крутышова они оба уже были да да можем оба отказать ну блин не давай отсела что пишешь первым тексты или музыку сложный вопрос можно ладно не знаю одновременно все происходит то есть там типа этот процесс он вот ну короче одновременно вот прям гитара и текст они одновременно рождаются друзья у нас был меня зовут алексей максимов у нас был алексей максимов был главный мистификатор российского интернета повелитель музыкальных композиций в жанре без жанра потому что все разное и все уникальное интересное я всем рекомендую проверить простату потому что здоровье она сейчас не откладывайте такие вещи на потом как-никак мы все люди взрослые все понимаем насколько все это серьезно проверяйте как следует я вам серьезно говорю инструкция только что было видео формате вот прям вот туда даже если вы женщина тоже проверить просто своему мужчине одевает врач перчатки залезает рукой достает и говорит а сейчас придет доктор общий план а теперь алексей все вместе пока 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 Ааааа!